Ученые видели линейчатые спектры, да, они там смотрели на, нагревали как-нибудь водород и смотрели, какие длины, какие частоты он испускает из себя. И рисовали график, значит, здесь частота, частота, и здесь получали вот такую частоту он испускает, потом вот такую частоту испускает, такую частоту, такую частоту и такую частоту. но никакую есть частоту между ними. И они не знали, чему соответствуют вот эти именно определенные идеальные частоты, то есть свет разных цветов, который выпускает водород, который нагревается. Как оказалось, они соответствуют переходам между уровнями в атоме водорода. В атоме водорода всего лишь один электрон, в других атомах это происходит более сложным образом. Но главная идея, когда атом водорода прыгает со второго уровня на первый уровень, он испускает свет вот, например, такой частоты. Когда он прыгает с третьего уровня на второй, он испускает свет вот такой частоты. Когда он прыгает с третьего уровня на первый, он испускает свет вот такой частоты. Да, опять, разница в энергии связана с энергией отдельного фотона. И так ученые смогли объяснить линейчатые спектры разных атомов, водородов и так далее. И это помогло им продвинуться и смотреть, например, на Солнце, и узнавать оттуда информацию о том, из чего это состоит.